Привет! Это подкаст «Простые смертные» и его ведущая Оля Фатеева. Я судмедэкспертка и работаю в морге 17 лет. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Один эпизод – один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Мой гость сегодня – Глеб, который постепенно теряет себя и почти утратил речь. Для вашего удобства и с разрешения Глеба мы перезаписали его ответы, поскольку из-за болезни ему тяжело говорить. Голос Глеба вы тоже услышите. Глеб, расскажите, пожалуйста, о себе, своем диагнозе и физическом состоянии. Меня зовут Глеб. Мне 35 лет. Из Башгатастана. Горда, увы. Бас – бульварная форма. Продолжительной жизни, ориентировочно один-два года. Заболевание уверенно прогрессирует. С трудом глотаю и разговариваю очень невнятно. Руки, ноги слабеют. Вёл активный и здоровый образ жизни, физкультура, походы на природу. Никогда не курил. Алкоголь тоже практически не употреблял. А расскажите, пожалуйста, про диагноз. Что это за болезнь? Боковой амиотрофический склероз – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны. Постепенная гибель клеток нервной системы приводит в неуклонно нарастающей мышечной слабости, охватывающей все группы мышц. Это редкое заболевание. С ним сталкиваются 5-7 человек на 100 тысяч. До сих пор неизвестно, что является её причиной. Лечение не существует. В течение года-двух паралич охватывает тело, и человек мучительно умирает от дыхательной недостаточности и множества других осложнений. У меня самая быстро развивающаяся, бульбарная форма. Паралич начинается с мышц глотки, языка и лица. А как всё начиналось? С чего? Что с вами происходило? И с какими жалобами вы пошли к врачу? Летом 23-го года я обратил внимание на ухудшение речи. Обратился к логопеду. Он направил к неврологу. Более двух месяцев с перерывами обследовался. И, наконец, в сентябре мне поставили диагноз. Что вы почувствовали, узнав про болезнь и про прогноз? Хорошо помню, как это было. Пятница. Сбежал из стационара. Терзали разные переживания. Смешался сон и явь. Мучился, бродил по комнате из угла в угол. А в воскресенье утром сел на велосипед и поехал обратно в больницу. Крутил педали, глядел на дорогу, машины, людей. И это всё будто было миражом. Впервые мне стало настолько всё равно. Ни покой, ни умиротворение, ни равнодушие. Нечто гораздо большее. Всеобъемлющее. Невероятное ощущение. Совершенно не поддающееся описанию. Как изменилось ваше эмоциональное состояние после того, как вы узнали диагноз? По совету психолога, стал больше внимания уделять выводу эмоционального напряжения. Если раньше был достаточно сдержан, то теперь могу вдруг начать смеяться, вспомню что-то смешное. Или плакать, если грусть накатывает. Как будто стало больше свободы, как у Гамлета, раненого отравленной шпагой, говорить или делать что-то, что раньше не позволял себе, когда знаешь, что время не бесконечно, как обычно кажется. Был такой эффект? Вы знаете, именно такого эффекта я не заметил. Если я что-то не говорю или не совершаю, меня сдерживает лишь принципиальное осознание своей неправоты, неосведомлённости или неуместности в конкретной ситуации. Что касается сброса эмоционального напряжения, то это отличный инструмент. Жаль, что до диагноза никогда не обращался за консультациями к психологу. Каких-то серьёзных проблем у меня не было. Справлялся самостоятельно. Но теперь понимаю, со специалистом было бы гораздо проще и быстрее. Были ли у вас стадии принятия? Отрицание, гнев, торг, депрессия? Расскажите о них, на какой вы сейчас, если были? Отрицания у меня не было или незаметно проскочил. Гнев был немного. Например, видя пожилых людей, чувствовал зависть. Торг, вероятно, тоже был. Помню, как судорожно изучал способы поддержания жизни, модели аппаратов искусственного дыхания, как бы дистанцируясь от того, что всё равно умру очень скоро. Депрессия? Затяжной не заметил. Вообще психолог, с которым в течение месяца консультировался осенью, специалист по таким пациентам, сказал, что справляюсь я хорошо. Не знаю, нахожусь ли я в стадии принятия сейчас, но точно лучше себя чувствую, чем осенью. А лучше это как? Можете описать? Близость неминуемой скорой смерти была чем-то невероятно огромным, тяжёлым, острым. Это будто осколок снаряда влетела в мой внутренний мир, смяло, разорвало его. И удалить это никак невозможно. Но со временем то, что не сильно пострадало, заросло, регенерировало как-то вокруг этого инородного предмета. Теперь хоть и мешает, но жить можно. Такими вопросами я вообще не задавался. Давно знал, что в жизни есть множество случайностей, которые я не могу предугадать. Но диагноз всё равно был шоком. Таких сильных переживаний прежде не было. Мучительно разрушились практически все мои мечты, ведь для их воплощения нужна долгая и здоровая жизнь. Если можно, расскажите, пожалуйста, что это были за мечты, что происходило с вами, когда вы вынужденно отказывались от них? Хотелось добиться хотя бы частичной финансовой независимости. У меня были достаточно продуманные планы на 5, 10, 20 лет вперёд. В 2023 году взял отпуск, чтобы обследоваться и вылечить то, что в перспективе могло сказаться на продолжительности и продуктивности жизни. А мироздание в ответ вот так эффектно пошутило. Как диагноз узнал, продал все облигации и закрыл инвестиционный счёт. Будто похоронил что-то. Знания, углублённое изучение наук, что требует многие годы. У меня есть проблема. Я хаотично занимаюсь то тем, то другим. Во многих областях знаний крайне не уверен в своих суждениях. Меня периодически спрашивают о чём-то, а я просто ничего не могу ответить, даже на какие-то элементарные вопросы. Это раздражает окружающих. У меня были планы хорошенько углубиться в некоторые науки. Теперь даже если я буду сутками сидеть и читать, всё равно дураком помру. Было очень больно. На эмоциях сжёг свои конспекты. Но самое трудное было расставаться с мечтами личного характера. Есть человек, который мне небезразличен. Было невероятно тяжело принять то, что уже не смогу прожить долгие годы с ним вместе. И как вы считаете, может ли быть болезнь наказанием человеку, карой за что-нибудь, ну или наоборот искуплением или прощением и смерть? Совершенно не вижу связи между этими явлениями. Человек или люди могут наказать другого человека. Сам себя человек может покарать. В чём-то видеть искупление или кару у меня подобных мыслей нет. Это очень созвучно эссе Сьюзен Сонтек «Болезнь как метафора». И продолжению этого эссе, написанному через 10 лет, спит и его метафоры, в которых она пытается демистифицировать болезни. Ну, прежде всего, это рак и ВИЧ. И разоблачает мифы и метафоры вокруг этих болезней. Она пишет не про, собственно, физические страдания, а про болезнь как образ, как фигуру речи. И утверждает, что болезнь не является ни проклятием, ни наказанием, что это просто болезнь, которую, к слову, в наше время можно вылечить. Сонтек работает, в первую очередь, с милитаристскими и карательными метафорами, очень распространёнными, на самом деле, в медицине. И показывает, что самое здоровое и честное отношение – это просто болеть и отказаться вот от этого метафорического мышления. Опыт болезни Сонтек описывает Оливия Лэнг в книге «Тело каждого», «Книга о свободе». И она сравнивает опыт Сонтек и Кэти Акер, которые обе умерли от рака, но по-разному проживали свои болезни. Сонтек настаивала на любых, даже самых агрессивных методах лечения, боролась до конца. Кэти отказалась от традиционной официальной медицины, считая болезнь опытом, который может открыть ей что-то новое о жизни. И сравнивая вот эти два опыта, Лэнг таким образом, на самом деле, вскрывает магическое мышление самой Сонтек, заключённое в её текстах. Сонтек как будто говорит, если ты будешь верить и стараться, если ты не сдашься, ты выживешь. Но на самом же деле многие умерли, несмотря на то, что очень хотели жить. Получается, что это та же идея, по которой люди сами виноваты в своих болезнях. Баас предполагает постепенное ухудшение физического состояния. А как вы его переносите? Давайте попробуем построить воображаемый график. Что уже изменилось? Что сейчас меняется? Болезнь развивается достаточно медленно. Полностью осознаёшь, что именно с тобой происходит. Но быстрее, чем успеешь принимать, приспосабливаться к ней. Постоянно появляются новые ограничения. Вот вроде как привык, что говорю невнятно и давлюсь при каждом глотке. Приспособился, что уже почти нормально. Но теперь руки, ноги слабеют. И очень жутко, когда привычно берёшь какой-то лёгкий предмет и обнаруживаешь, насколько он кажется тяжёлым. Смерть будто напоминает о своей близости. Так будет продолжаться, пока полностью не парализует. Не смогу даже глазами двигать и дышать. А как сейчас проходит ваш день? Что вы можете ещё делать? Вот вы можете, например, работать. Вы работаете? Обычные нагрузки для меня постепенно становятся похожими на очень тяжёлую физическую работу. Ощущения по утрам напоминают перетренированность, скованность, ноющая боль. Как просыпаюсь, аккуратно растягиваю мышцы. Дыхательные упражнения, мимическое и на всё тело гимнастика. Завтрак — самый трудный приём пищи. Мышцы ещё недостаточно разогрелись, размялись. Глотка, язык, губы, челюсти. Пока здоров, не подозреваешь о том, как эти органы очень сложно работают. Постоянно давлюсь. Я до сих пор не сделал операцию по установке гастростомы. Отверстия в животе для того, чтобы вводить измельчённую пищу с помощью трубки непосредственно в желудок. Потому что есть неудобства в уходе за ней и осложнения. Пока удаётся самому есть и не терять вес. Гуляю почти каждый день. С каждым днём всё сложнее. Кажется, будто тащишь с собой какой-то груз. Наверное, скоро понадобится трость. Если, конечно, в руках будет ещё сила. Последние годы я работал в доставке. Доставка документов. Теперь уже сил заниматься этим у меня нет. Ещё в ноябре месяце на мотоцикле ездил. В феврале, когда вернулся из путешествия, уже руки слабели. И потом поработал месяц пешком. В марте ноги ощутимо ослабели. Стало тяжело весь день ходить. А мне захотелось в последний раз побывать в горах. Я же был заядлым туристом. Но боюсь, к тому времени, когда у нас на Урале сойдёт снег, уже совсем плохо ходить буду. Потому уехал на полторы недели в Сочи. Побывал в первый раз там. И меня восхитила удивительная красота этих мест. Затем в Петербург съездил на пару дней с друзьями встретиться. За последние шесть месяцев я путешествовал больше. Чем за всю жизнь. В декабре-январе впервые за границей побывал. В Стамбуле. Чудесный город. Множество древних развалин, о которых я много читал раньше. Мне очень интересны истории античности и средневековья. Думаю вернуться в Уфу. Хотя бы на лето. Встречусь со старыми приятелями. Проведаю мать. Там и аренда жилья дешевле. Буду ли работать? Возможно, попробую что-то удалённое. С текстами связанное. Для удовольствия. Довольно смешно звучит, но мне теперь, скорее всего, средств хватит до конца жизни. Есть ли у вас семья, родственники? Где вы живёте, с кем? Живу последние года четыре в Москве. Кочую с одного жилья на другое. Сейчас проживаю в квартире общежития со студентами и рабочими. Женат не был. В отношениях всегда стремился к независимости. Это со мной сыграло злую шутку. У меня нет семьи, детей, жены, даже девушки. Так что на поздних стадиях заболевания заботиться обо мне будет некому. С другой стороны, это хорошо. Меньше горя будет. Знаете, я от многих слышала, что многие мечтают, ну или предпочитают умереть внезапно. Как будто бы постепенная смерть — это мучение. Но при этом же постепенное умирание даёт время что-то сделать, исполнить какие-то мечты, попросить прощения, сделать распоряжение. А вы что думаете про это? Я однозначно хочу прожить дольше, вне зависимости от состояния. Конечно, уже не так одержим идеей именно продления. Обнаружилось множество нюансов. На поздних стадиях больной абсолютно зависим от помощи других людей. Причём очень трудоёмкой и требующей невероятной самоотдачи. У меня таких людей нет. Да и до сих пор не могу принять такое положение, в котором не мог бы совершить сколько-нибудь равноценный обмен. Глеб, вы знаете, что в России есть фонд, который помогает людям с БАС? Фонд «Живи сейчас», туда можно обратиться. Не просто знаю, а с самого получения диагноза контактирую. Они мне очень помогают. Консультации хороших специалистов предоставляют. Не представляю, как бы справился, если бы этого фонда не было. Это само по себе замечательно. Чувствуешь, что ты не один. Есть группа в Телеграме, где общаются больные и их родственники. Я уверен, когда станет мне совсем плохо, они не бросят меня. По крайней мере, направят в какой-нибудь неплохой хоспис. Всё же, ведь, наверное, есть же какой-то план, кто будет с вами, когда понадобится помощь. Наверное, вы же думали об этом. Вообще, если фантазировать, если бы мне прямо сейчас дали гарантию, что проживу лет 30, но при этом в мучениях и лишь пару часов в сутки буду вменяем и смогу как-то нормально воспринимать мир и воздействовать на него, я бы без раздумий согласился. Или если бы так же. 30 лет, но от меня остался лишь мозг, глаз, ухо, вкусовые рецепторы и какое-нибудь щупальце для тактильного восприятия и взаимодействия с радостью приспособился бы. У меня есть любимая книга «Человек перед лицом смерти» Филиппа Арьеса, где Арьес классифицирует взаимоотношения со смертью и выделяет несколько периодов. Его коллеги, учёные, очень много критиковали за эту классификацию, но она мне нравится скорее не как временная периодизация, а некая метафорическая карта смерти. И особенно мне нравится название первого периода «Смерть одомашненная» или «Прирученная». В этом периоде между миром живых и мёртвых нет непреодолимой границы, она проницаема. Миры сообщаются между собой, и ужаса перед смертью нет. Умирающий всегда чувствует сам её приближение, видит знаки и начинает готовиться, заканчивает дела, даёт распоряжение, совершает необходимые ритуальные действия и ложится ждать. Вот в той парадигме смерть внезапная, без приготовлений, наоборот, внушала ужас и осуждалась. И как всё изменилось на практически противоположное восприятие сейчас. И даже сейчас, всё равно, приехав в деревню, можно встретить в домах заранее сколоченные, заготовленные гробы, собранную одежду и отложенные на похороны деньги. Глеб, а думали ли вы о смерти до постановки диагноза? Сейчас вы о ней думаете? И как вы об этом думаете? Как о неком философском, отвлечённом понятии, которое вдруг стало неотвратимым? Или всё же о чём-то личном? Да, конечно, думал. Много об этом размышлял. Но теперь всё стало совсем по-другому. Когда сознание не занято переживаниями или преодолением физических затруднений, жизнь ощущается иначе. Размышления такие возникают, как прежде никогда не было. Мировоззрение поменялось. Пустота — это не просто эмоциональная потерянность, чувственное опустошение. Нет, это нечто большее. Это парадигма понимания реальности. И самое важное то, что это пустота, это небытие, это ничто. На самом деле это было всегда со мной. Сейчас, мне кажется, я как никогда близок к чему-то. Мне стала интересна философия. Может быть, диагноз БАС, столь круто изменивший мою судьбу, поможет мне достигнуть лучшего понимания жизни, мира вокруг себя и себя самого. Согласна с вами. После того, как я проработала в морге много лет, после того, как я много лет в медицине, я стала говорить, что наука о человеке — это не биология, не медицина, не анатомия, это именно философия. А какие были самые последние какие-нибудь важные мысли, откровения, близкие вам, что вы прочитали недавно, что вам запомнилось? Недавно я себе открыл философию буддизма. Удивительно, насколько это глубоко и созвучно некоторым моим мыслям. А с близкими вы обсуждаете собственную смерть? И вообще про смерть с кем-то говорите? Вам нужны такие разговоры? И как вы думаете, в таких разговорах может ли быть что-то полезное для людей, для вас? Я никому не навязываю это, но обсуждаю смерть со всеми, кому любопытно. Возможно, мой опыт кому-то пригодится. Для многих, с кем я обсуждал свою ситуацию, это стало настоящим открытием. Оказалось, они никогда не задумывались о подобном. Чувствуете близость смерти? Вам страшно? А если страшно, то чего именно вы боитесь больше всего? Ощущение какого-то непостижимого присутствия действительно есть. Бывает так. Просыпаюсь посреди ночи, охватывает привычное беспокойство, тревога. Надо шевелиться, что-то делать, куда-то двигаться, чем-то быть. Но практически сразу ощущаю — рядом это. И меня выдёргивает из омута грёз. Уже не надо суетиться, спешить, казаться. Да, конечно, мне страшно. Такого ужаса никогда не испытывал. Что может быть страшнее смерти? Ещё иногда, находясь среди людей, чувствую невероятное отчуждение. Мне кажется, что я где-то очень далеко, глубоко нахожусь и смотрю на мир живых через какую-то очень узкую щель. Это мучительно. Вы верите в загробный мир? В жизнь после смерти? Там что-то есть за границей жизни? Как вам кажется? Я вырос атеистом и никогда не верил ни в какую загробную жизнь. Однако сейчас я скорее не вижу принципиальной разницы между смертью и жизнью. Жизнь мне теперь кажется некой иллюзией, заблуждением, обусловленным нашим восприятием действительности. Это очень похоже на физическую теорию квантовой запутанности. Если коротко её изложить, тем более подробно я всё равно её не могу рассказать, потому что не могу понять. Так вот, если коротко, все элементарные частицы, из которых состоит наш мир, независимо от расстояния, на котором они находятся друг от друга, сообщаются между собой. И при этом каждая частица в любой момент знает, что делает другая. И узнаёт об этих изменениях состояний соседок, дальних или ближайших, неважно, мгновенно. Вообще это противоречит понятию скорости света и Эйнштейну, но многие учёные опускают эти неувязки и предлагают радикальное объяснение этому феномену. Они считают, что действительности как таковой не существует, а Вселенная представляет собой очень подробную, детализированную, проработанную, многомерную голограмму, где все времена, прошлое, настоящее, будущее существует одновременно. Возможно, и смерти на самом деле нет. Есть ли у вас план умирания, план идеальных похорон? И нужно ли вообще готовиться к смерти заранее, как вы считаете? Ну, например, даже если у человека нет какой-то неизлечимой болезни, всё равно же мы все умрём. Нет, совершенно. Самое смешное, что до диагноза я задумывался об этом, даже собирался найти время составить завещание какое-то, распоряжение по поводу того, как быстрее и дешевле избавиться от тела. Но теперь всё иначе. Диагноз меня сделал большим эгоистом. Возможно, если у меня останется какое-то время и моральные ресурсы, которым я не найду лучшего применения, что-то всё же сделаю. Так что да, нужно готовиться к смерти. А то, когда умирать начнёшь, уже не до этого будет. А как вы себе представляете её наступление? Ну, наступление смерти любого человека и, например, с вами что может произойти? Смерть — непостижимое состояние для сознания. Что происходит, когда у нас отключается мозг? Хотя бы потеря сознания, когда кора толком не работает. Ничего. Всё исчезает. Как вы считаете, человеку нужно бессмертие? Сейчас я убеждён, что человека как самодостаточного явления вообще нет. Не существует его самости. Есть лишь некий поток последовательных состояний, частично обусловленных предшествующими. Нет ни жизни, ни смерти. А с точки зрения биологии неплохо было бы продлить осознанный период жизнедеятельности. Человек дорастает до некоторой осознанности, частично побеждает свои страсти и становится хоть сколько-нибудь материально независимым. Ему обычно уже 50-60 лет. И у него начинает стремительно разрушаться мозг, не говоря уже о других проблемах здоровья. Если бы у него в запасе было хотя бы ещё 10-20 лет, было бы очень недурно. Теперь точно могу сказать, что мы слишком болезненно относимся к вещам, которые совершенно не стоят наших страданий и прилагаем неимоверные усилия, даже не зная ради чего. Не подозреваем о том, насколько непрост мир вокруг и как велико то, что неведомо и неуправляемо. Стоит хотя бы истинно останавливаться, задавать себе простые вопросы и честно на них отвечать. Аминь! Аминь! Это был подкаст «Простые смертные». Спасибо, что были с нами во время этого непростого разговора. То, что говорил Глеб, мне очень близко. Литература, философия, искусство, книжки, чтение, фильмы помогают мне не быть в одиночестве со всеми страшными вопросами, а общаться, обсуждать всё это и слышать созвучные мысли от человека, который, в отличие от меня, переживает этот опыт сам, для меня очень важно и очень поддерживает. С вами была Оля Фатеева. До встречи.